Чем отличается этот город от других городов? Тем, что у него даже нет названия ни в летописях, ни в словесных пересказаниях. Нигде нет названия этого города. Аккуратно, аккуратно. Короче, мы зашли туда, куда никуда. Короче, возвращаемся вниз. Конечно, прикольно, а что же не прикольно. Самое смешное сейчас по скале слазить будет. Отвесным скалом назад. Если кому-то покажется это смешным, это не смешно. Чуть-чуть перепутали. Я неправильно спускаюсь, наверное, лицом к скале. Нормально спускались. Топинку немного перепутали. Все выше и выше. И вот под одним ходом идем дальше. Здесь ступени у нас выведут на патос северного поста охраны. Вот так выглядит гряда, из-за которой мы пришли сюда. Так, не знаю, что я снимаю. Здесь солнце слепит, наверху не видно. В общем, как-то так мы выходим наверх. Слушай, Серега, а в кондиции нет? А? Не, солнце же видишь, как светит. Вроде как оттуда же идет. Всталость тут другое. Конечно, сверху виды открываются неописуемые. Дальше мы будем идти по лесу, и там уже будет другое. А здесь вот все настолько открыто. Отсюда даже сарай видят. Мы ездили с паломническим центром. Оттуда снизу мы поднялись, и вот такие вот виды открываются. А ведь действительно крепость, созданная природой. И она неприступна со всех сторон. Здесь уже чувствуется ветерок. Но он даже непрохладный. Операция под землю. Опять под землю. Да. А солнышко садится незаметно. Вот так вот, конечно, красота. Предзакатные часы птицы так красиво поют. Конечно, сверху открываются настолько неповторимые виды. Это нужно просто лицезать. Всем привет! Это эскекермен. Короче, у нас непредвиденная ситуация. Мы просто реально смеемся. Пещерная плата. До этого были такие слабенькие. Это уже как бы более похоже на правду. Так, ну что, двигаем дальше. Брачная пора у птиц сейчас. Все классно. Только мы зашли в тени. И уже, конечно, не то кино. Здесь ступеньки ведут вниз. Но мы идем вверх. Обратили внимание, запрещено употребление алкоголя, вырубка дров, костер, палатка, короче, машины, собак выгуливать, курить там. Но разрешено прыгать со скалы. С обрыва. Да, ну, с обрыва. И выгуливать детей. Мы подошли к базилике. Шестой век. То есть полторы тысячи лет назад здесь был огромный-огромный храм, в который собирались все жители этого города. В городе, кстати, было около трех тысяч человек, если верить археологам, историкам. Другая. Здесь энергетика намоленная место веками. А там, где полторы тысячи лет, даже не верится, что можно прикоснуться к этим колоннам. Века и века прошли, а эти, казалось бы, немые камни говорят о том, что происходило много-много сотен лет назад. Сложно спорить на эту тему, конечно. Но, тем не менее. Когда-то это все блестело, это была фреска. Нет, сейчас такое время, когда сейчас можно. Почему же это? Нет, в 17 веке. Последнего потопа, короче, там вот уже нету. Конечно, нету. Итак, вот в таком древнем храме идем, а на плите, в которой многие-многие века, многие сотни лет, вот за мной, выбито. Серега. Я говорю, то ты и софи не грех сделать, кому-то ж вот угораздивая. Это ж не три минуты долбить эту каменюку. Но кто-то постарался. За мной надпись на плите. И вот буквально немножко и начнет темнеть. И в закатнее время. Итак, мы начинаем поиски места для ночелки. Зашли уже довольно-таки глубоко внутрь города. Птицы просто на разрыв. Это уже последние предзакатные часы. вот под нами такая вот пропасть. А мне звонит жена Леночка. Так, вот это место. Да, если шуршатель отсюда, то ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, короче, мы в поисках. Но уже ближе. Вы уже туда спустились. А я думаю, откуда свет в пещере зажёгся. Включили. Время-то уже ближе к ночи. И вот так вот можно подземными патеритами. Мы всё-таки выходим всё ближе. Да, темнеет прямо на глазах. Темнеет прямо на глазах. Ну что, надо уже... Надо дорогу серьёзно гоститься. Надо двигаться ближе к месту. Так, всё-таки туда, куда мы шли. Там южный ветер и очень сильно задывает. Ищем другое место для ночёвки. Пещер очень много, но быстро темнеет уже. С подсветкой и то темно. Уже темнеет не по часам, не по минутам, а по секундам прямо. Приготовлена даже пластинка лежит. Здесь вот просто супер. И не надо бегать и скачивать. Из пещеры даже нашёл нары вот такие вот сковоченные в кормушке. Ну что, не успели дойти, они уже всё, спальники не доставали. Просто тупо попадали вот так вот на каремотах в пещере и всё. Мы просто пробуем. Да, да, да. Вот это чувствуется, что люди устали. Ну вот вроде как бы разбили лагерь, выбрали пещеру, которую я, кстати, ночую уже, не знаю, разок десять, наверное, в этой пещере ночевал. Люди добрые, пустите переночевать. Так, идёт подготовка к сну. И ночные друзья начинают выползать. И это будет всю ночь до рассвета. Они будут двигаться прямо возле нас по нам. Ну, от этого никуда не деться. Вот так усиленно приступают они на предрассветный час. Они все вот так говорились в одно время. Разохлёст прямо в разрыв со всех сторон раздаётся пение. Да. Ну, так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...